Доброе утро! Именно ваш коллектив будет открывать сегодняшнее мероприятие. Задача эта непростая. Как всегда, запоминается самое начало обычно зрителям и концовка. Поэтому должны они быть особенно яркими и удивительными. Скажите, что приготовили, какие сюрпризы приготовили вы для наших зрителей? В первые 30 минут начинается парад. Мы собираем публику вокруг нас, перемещаясь между зрителями в ярких костюмах и гримах. Мы заводим публику. Затем мы под все приближаемся. Все 10 человек приближаются к рану и поднимаются в небе. И действие происходит в небе. Люди смотрят на нас. Проект «Вандербом» удивительен тем, что это не просто, скажем так, цирковое шоу, многочисленное, которое меняется разными спектаклями. Это еще и уличное мероприятие. То есть есть, наверное, я понимаю, специфика выступления под крышей и на открытой площадке, когда зритель очень близок к тебе. Наверное, это сложно все-таки. Скажите, как удалось собрать такие коллективы? Вообще, такие коллективы на сегодняшний день редкость это или нет? Абсолютно. Наверное, мы даже не зря выбрали название «Вандербомб». И пусть тот зритель, который придет, не пугается. Мы не будем взрывать город Перемь и зрителей. Мы говорим о том, что в одном проекте собрались гранды. Собрались звезды. Собрались гранты современного цирка. Собрались гранты уличного театра. И вот в лице Ивана, коллектива из Франции, «Трансэкспресс», мы открываем свой проект 23.00. А после выступления «Трансэкспресс» приглашаем зрителей продолжить свою «Белую ночь» у стены законодательного собрания, где коллектив из Испании, Сакуды, представит премьеру спектакля «Нью Травел» и вторую часть своего нового проекта «Тугиру». Иван, я знаю, что график вашего коллектива расписан на несколько месяцев вперед. Когда вы успеваете проводить репетиции, они ведь все-таки необходимы при, скажем так, образе вашей деятельности. И как часто готовите новые спектакли? Сколько времени уходит на подготовку каждого нового проекта? И на сегодняшний день сколько человек вам необходимо для того, чтобы, скажем так, весь цикл пройти от начала до конца, от зарождения идеи до выхода на публику? Да, дело в том, что мы не имеем так много времени для репетиции, но господи от компании решили один день в неделю за один год. Вообще в период гастроли у нас мы планируем свои репетиции за день до приезда и день после шоу мы посвящаемся своим репетициям. А чтобы создать новое шоу, каждое шоу требует по-разному времени. Например, на одно шоу уходит один месяц, самые большие шоу требуют от полгода до года. Транс-экспресс и, скажем так, то действие, которое будет на стене уже законодательного собрания, это то, что мы увидим 15 июня, то есть сегодня. На этом я знаю, что череда цирковых удивительных спектаклей, которые все-таки стало своеобразным продолжением фестиваля минувшего года, не закончится. Что будет еще? С 19 по 21 число мы приготовили сюрпризы, которые пройдут в концертном зале Большой филармонии. 19-го, 20-го приезжает коллектив «Апострофы» из Франции. Это жонглеры, это музыканты, это артисты, которые универсально владеют предметами, чашками, вилками, ложками, воронками и даже жонглируют французскими багетами. Они у них летают по сцене. Ну и с большим трудом, но мы все-таки добились согласия двух звезд, которые приедут в город Пермь, Джанго Эдвардс и Лаура Херц. В прошлом году не каждый зритель смог попасть на выступление Лауры Херц, но в этом году мы привезли двух уникальных исполнителей, которые тоже приготовили сенсацию, бомбу для города Перми, «Восстановив спустя три года свою топовую постановку в Европе, классический дуэт». К вам вопрос. Само название «Фестиваль» всегда предполагает, что помимо обычного выхода на публику, это еще некое все-таки общение со своими коллегами, скажем так, с соратниками по своему цеху. Вот на Пермской площадке удалось ли вам встретить здесь кого-то из интересных вам людей в этом направлении? И можно ли назвать, что своеобразный обмен опытом на подобных мероприятиях между вами происходит? И чем-то пребывание в Перме отличается от выступлений в Марокко, в Мексике? Как публика реагирует на ваши выступления? Да, я думаю, что ответили на первую вопрос. Когда мы встретили людей из нашего страны, потому что мы очень известны в нашей стране, в фестивале театра. Когда мы встретились, мы всегда счастливы, чтобы встретить друзей. И тогда фестиваль идет, как они сделали свой собственный шоу, и они перформируют наши, и мы говорим о том. И если шоу-то разное, когда мы перформи в другом стране, я говорю «Да», потому что это зависит от зрителя. Когда вы перформи в Марокко, люди очень приятные. Когда мы перформи в Аарабском... Да, мы встретили коллег, когда мы приехали, встретили коллег из Франции, коллектив уличного театра. Мы работали с ними месяц назад в Мехико. И публика везде отличается. Здесь мы еще до конца ее не узнали, но, например, узнаем завтра. Например, публика в Марокко очень дружелюбная, а в Саудовской Аравии очень сдержанная. У нас с Иваном родилось предложение. Побывав в фестивальном городке, они сказали, мы хотим после своего выступления выйти со своим уличным представлением, которое не входило в запланированную программу. Ну и, наверное, для нас очень важно тогда, когда приезжают в наш город такие звезды, чтобы они встретились с любителями циркового искусства. И каждый из артистов побывал в Центре искусства и спорта в индустриальном районе. Сегодня артисты из коллектива «Трансэкспресс» были у нас в школе, и ребята им приготовили показательные выступления, задавали разные вопросы, как они начинали, а сложно ли это. Можно ли сказать, что на сегодняшний день цирковое искусство в мире находится, скажем так, на волне популярности, что оно востребовано, и у тех ребят, которые в Перми занимаются цирковым искусством, есть будущее, есть выход на мировую площадку? Да, наверное, цирк спасет мир, как совсем недавно сказал Николай Николаевич Дроздов, побывав у нас в школе две недели назад. И то, чем занимаются ребята, а у нас в школе занимаются не только цирком, но и спортом, ребята занимаются спортивной гимнастикой, художественной, гимнастикой, эти виды жанра, они в чем-то похожи, и могут подготовить детей, создав фундамент для совершенства и развития потом. Иван, а своим детям вы бы пожелали судьбы циркового артиста, и согласны ли вы с Борисом, действительно ли цирк спасет мир? Да, я бы хотела, чтобы мои дети были артистами. Но не моему младшему сыну два месяца, а моему старшему три года. Но они все-таки сами выберут свою судьбу в дальнейшем. Да, я согласен с Борисом, что цирк спасет мир, так как цирк все-таки объединяет. Когда люди идут в цирк, идут и дети, и взрослые. А когда при единении нет войны, есть мир. Все люди счастливы. Пусть ваши слова до Бога выше, пусть цирк спасет мир этот. Пусть наши дети увидят сегодня потрясающей красоты шоу. И пусть захотят сделать в будущем еще лучше, чем увидели. Спасибо вам за утреннюю беседу. До свидания.